МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общежитии учебного заведения проживали в нем люди. Потом здание передали другому ведомству. Но вот люди-то остались. Со временем новые хозяева попросили обитателей комнат выйти вон. А те отказались и заняли круговую оборону. О борьбе за квадратные метры в материале Даниила Рудаева. В этой комнате общежития Тамара Мутовина живет уже 12 лет. Сейчас у матери-одиночки трое детей. Вместе с котом Мурзиком семья ютится на 18 квадратных метрах. За одним столом ребята и едят, и делают уроки. Многодетная мать говорит, всегда считала, что жилье пусть и маленькое, но свое. Однако теперь Тамара не уверена, что не окажется с детьми на улице. Несколько лет назад владельцы общежития заявили ее соседям о скором выселении. В освободившиеся комнаты запланировали пустить студентов. Тамара беспокоится, что ее постигнет та же участь. Подавать заявление на расширение жилплощади Многодетная мать даже не решается. На этой бы удержаться. В целом студентов хотят заселить. У нас никогда не было здесь студентов. Полностью весь этаж семейный. Четвертый тоже семейный. Как бы студенты никогда не жили. Здание общежития ранее принадлежало Сибирскому колледжу транспорта и строительства. Его работники и жили в этих комнатах. Потом здание передали на баланс Иркутского университета путей сообщения. У Иргупса на него свои планы. Это не ежесекундное будет дело, но рано или поздно до этого дойдет. Мы поэтому потихоньку жильцов предупреждаем, что вы все-таки подыскиваете себе другие помещения. Университет путей сообщения и общежития – это не орган социальной защиты. Это надо бороться за жилье, за улучшение своих условий в другом месте. 29 человек обратились в суд. Там вынесено решение – закрепить за проживающими право пользования жильем. Однако борьба за квадраты на этом не прекратилась. Руководство университета подало касационный иск и просто так отдавать комнаты не собирается. Первый шаг, который принял Иргупс – это выселение. Люди прожили 20 лет, выросли дети. Надо подходить как-то по-человечески. Взять вот этих ничьих людей, ведь не просто так здесь люди-то держатся. Взять ничьих людей и просто вот куда-то их постоянно намекать. Мы вас все равно выселим, мы вас все равно выселим. А можно решать вопрос миром. Между тем, здание, за которое развернулась борьба, как оказалось, вообще является государственной собственностью. И право решающего голоса по закону должно быть за Росимуществом. И вот какой ответ нам дали в ведомстве. Территориальному управлению Росимуществом по Иркутской области нам пояснили, что хоть общежитие и находится в собственности Российской Федерации, право на его управление принадлежит Иркутскому государственному университету путей сообщения. Также здесь сказано, что образовательное учреждение может использовать это здание в своих целях. Естественно, из этого следует, что жильцы приватизировать свои комнаты никогда не смогут. Даниил Рудаев, Александр Мокин, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Столетиями они вдохновляли воинов на победу. В Иркутске впервые открылась выставка икон «Воинство небесное». В экспозиции представлены предметы средневекового искусства. Медальоны, кресты, книги и икона с образами незримых покровителей защитников Отечества. От византийской эпохи до русских святых князей. Туяна Немаева увидела все разнообразие иконописного наследия. В самом центре экспозиции образ покровителя российского государства и столицы страны. Икона святого великомученика Георгия Победоносца со ценами жития. Это одна из древнейших икон. Работа московского иконописца датируется 1-3-16 века. Бок о бок с изображениями святых великомучеников. Лики воинов византийского времени, русских святых князей и образы ангелов, составляющих воинство Христова. Эти иконы привезенные, они так или иначе связаны с духовным содержанием. Они все говорят о небесных покровителей, которые защищали, оберегали, помогали во все времена нашим воинам, нашим людям. И это те, кто укрепляли наш дух. Вот на протяжении всей истории. Всего представлено более 80 иконописных шедевров из фондов Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева. От миниатюрных медальонов до больших икон 13 по 20 века. Произведение демонстрирует особенности развития русской иконописи за 800 лет. Дух, знаете, такой вот древности. Вот когда-то 500 лет назад подходила к иконе Богоматери какая-нибудь женщина. И так же, как я сейчас, просила своим детям, внукам здоровья, счастья. А главное, чтобы не было войны. Большинство икон размещены на специальных стендах. Под стеклом остались только те экспонаты, которые могут пострадать от солнечных лучей. У многих образов трудная судьба. Сотрудники музея находили их в разрушенных соборах и монастырях во время экспедиции по деревням. Некоторые раритеты попали в руки реставраторов в очень ветхом состоянии. Огромную роль в создании экспозиции сыграла таможня. К примеру, так называемый распил. Иконы Богоматери Феодорской был задержан таможниками на границе и передан в дар музею. Еще их называют чемоданными иконами, поскольку их распиливали по размерам чемоданов. Выставка посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне и будет работать до 2 февраля. Затем экспозиция отправится в Лан-Удэ, а завершит свой маршрут в Тобольске. Этот проект дает возможности людям разных регионов страны прикоснуться к истории русской церкви и российского государства. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас. В столице Кыргызстана прошли международные соревнования на призы олимпийского чемпиона Каннебека Асмоналиева. Россию в этих стартах представляли две спортсменки из Читы, Надежда Панова и Виктория Доставалова, которые по итогам выступления завоевали две золотые медали. С подробностями моя коллега из Забайкалия Марина Кузнецова. В турнире, который специалисты называют «малым чемпионатом Азии», приняли участие 234 спортсмена из 10 стран. Читинка Надежда Панова выиграла золото в категории до 48 килограммов, а Виктория Доставалова заняла первую ступень на пьедестале почета в весовой категории до 69 килограммов. По словам наставника спортсменок, во время соревнований с организаторами была достигнута договоренность о том, что делегация из Кыргызстана в апреле 2015 года приедет в Читу принять участие в традиционном турнире по тяжелой атлетике. А теперь к другим новостям. О них вам расскажут журналисты программы «Время новостей» и я, Марина Кузнецова. Здравствуйте. «История без границ» в здании Михайло-Архангельской церкви прошла презентация книги для людей с нарушением зрения «Экскурсия по музею декабристов». Подробности в сюжете Анастасии Новгородовой. Экскурсия по музею для незряющих и слабовидящих людей пару лет назад не прошла даром, говоря создатели тактильной книги. Одно дело услышать о жизни декабристов, совсем другое – самостоятельно прикоснуться к истории. Два месяца понадобилось, чтобы на 70 страницах появился социальный проект. Над ним работали специалисты музея декабристов и краевой библиотеки для слабовидящих и незрячих. Всего будет напечатано 7 таких книг. К ним прилагается и аудиодиск. Кстати, все затраты на себя взяла библиотека. «Это издание многоформатного альбома, куда у нас размещены текстовая информация, рельефно-точным шрифтом, укропненным шрифтом, тактильно-графическая информация. Там описан весь маршрут экскурсии, который проводится для всех посетителей этого музея. Только вся информация представлена в адаптивном формате». Текст продублирован для тех, кто плохо видит буквы, написанные большим шрифтом, а для тех, кто полностью лишен зрения, фотографии и информации, напечатанной шрифтом Брайля. И так не только о плане музея и расположении комнат, но и о каждом экспонате. Писать такой текст оказалось непросто. Достаточно сложно, потому что зрячему человеку не всегда понятен мир незрячих. И когда я начинала писать, я даже особо не задумывалась над тем, что я-то вижу то, о чём я говорю. А потом Татьяна Павловна подсказала мне, направила меня в нужное русло, что нужно описывать. Описывать каждый предмет, как я его вижу, какой он формы, какого он цвета, что он собой представляет. Конечно, на экскурсии, на обычной, мы на это не обращаем внимания. По словам создателей книги, одно издание останется в распоряжении библиотеки, ещё одно в музее. Третью копию подарят школе-интернат города Петровск-Забайкальск, где обучаются дети с нарушением зрения. Остальные экземпляры отправят в местные вузы. Анастасия Новгородова, Сергей Миртов. Время новостей. Малыша из города Борзия, Забайкальского края, Артёма Сунцова, перевели из краевой клинической больницы в инфекционную. На прошлой неделе борт медицины катастроф доставил в Читу двухмесячного ребёнка, после того, как в студию программы «Время перемен» позвонили родственники мальчика. О состоянии Артёма нам рассказал его лечащий врач. Сейчас Артём находится в реанимационном отделении инфекционной больницы. Любые посещения пока строго запрещены. Ребёнок всё ещё нуждается в дополнительной подаче кислорода. Как только мальчик пойдёт на поправку, его переведут в детское отделение воздушно-капельных инфекций, и родные смогут навестить малыша. Артёмка на свет появился недоношенным на шесть недель раньше положенного срока и весом чуть больше двух килограммов. Неокрепший организм быстро подхватил инфекцию. У ребёнка двусторонняя пневмония, поражена значительная часть лёгких. В реанимации Борзинской центральной районной больницы он провёл пять дней. После был перевезён бортом с анавиацией в Читу. Состояние, пока ребёнок остаётся тяжёлым, сохраняются признаки дыхательной недостаточности. Но это пока так, сказать сложно. Ребёнок достаточно маленький, такие состояния у детей раннего возраста могут осложняться другими состояниями. То есть, пока я прогнозы вам не скажу конкретно, когда выписка он готовится будет. То, что он недели две прилежит стационаре, скорее всего, это точно. У мамы Артёма, Анастасии Сунцовой, ещё двое маленьких детей. Приехать в Читу она пока не может. Каждый день звонит врачам, интересуется здоровьем сына и очень переживает. Физиотерапии, ингаляции, капельницы. Каждый день специалисты проводят для Тёмочки интенсивный курс лечения. По словам Юлии Патьюк, несмотря на тяжёлое состояние ребёнка, положительная динамика, хоть и небольшая, всё-таки есть. Будем надеяться, что под Новый год обязательно случится чудо, и Артёмка пойдёт на поправку. Марина Герасимова, Сергей Рычков, Время новостей. В Чите началась ёлочная кампания. В городе уже определены места продаж. Для тех, кто решил купить ёлку на рынке, придётся выложить от 410 рублей. Это немного дороже, чем в прошлом году. Для тех, кто не ищет лёгких путей, можно купить новогодний символ дешевле за 12 рублей 10 копеек. Как это сделать, расскажем в нашей сказочной истории. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, очень ей нужен красивый наряд. Пусть эта ёлочка праздничный час, каждой иголочкой радует нас, радует нас. Как и герой любимого мультика, за новогодней ёлкой отправились и мы. Долго ли, коротко ли ехали, а путь, как оказалось, держали в переулок Нижний. Сразу перед нами вырос дом городских лесничих. Мне ёлка нужна. Так вот сначала спросить надо. Вот мы и спросили. В лесничестве встретили нас, как говорится, по-доброму. Кстати, к этой встрече нам пришлось подготовиться заранее. Чтобы волшебство сработало, у нас попросили документы с фотокарточкой, в народе паспорт и чек с оплатой колючего товара. Стоит он 12 русских рублей 10 копеек. За эти деньги можно приобрести даже двухметровую лесную красавицу. Если нужна ель повыше, например, метра 4, то придётся выложить 63,5 рубля. В Чеченском лесничестве нам выдали вот такой вот договор купли-продажи. Он действительно в течение только сегодняшнего дня, а значит, мы прямо сейчас едем за новогодней ёлкой. Снарядились в сказочный лес. В подмогу себе взяли знающих лесников, чтобы не заблудиться и выбрать самую красивую новогоднюю ёлку. Леших в Чеченском лесу нет, зато есть те, кто может и наказать строго, по-нашему оштрафовать. Если человек решил незаконно вырубить новогоднюю ель, то к нему будет применён административный штраф в размере от 1000 до 4000 рублей. Ну и будет составлен административный протокол и протокол лесонарушения за незаконную порубку с растущих деревьев. Новогодние ёлки – ответственное задание, особенно среди такого зелёного многообразия. Высота сосны или её стройность – это только полдела. Для начала попробуйте погнуть одну из крайних её веток. Она должна гнуться или завязываться даже в тугой узел, хотя на морозе это не всегда возможно. А если потереть хвою, на руках должна остаться вкусно пахнущая смола. Саша, кажется, мы нашли нашу ёлку. Иди сюда! Ёлка найдена. Путь был пройден не зря. Кстати, таких красавиц в этом году будут раздавать вдоль поля, поперёк которого расположилась дорога дальняя, именуемая трасса Чита-Амур. Есть и вторая – Чита-Хабаровск. Там можно будет рубить ели от самого Смоленского кольца до мемориала. В сказочном лесу побывали Анастасия Новгородова и Александр Забелин. В 1999 году в Монголии насчитывалось 197 единиц средств массовой информации, а по статистике за прошлый год данный показатель увеличился на 506. Но эта цифра никак не связана с качеством, ибо они всё чаще заполняют свой эфир зарубежным контентом. Учитывая сложившиеся обстоятельства, в ВГХ предложен проект закона об увеличении времени эфира для национальных телевизионных программ на общественном радио и телевидении. Подробнее об этом расскажет мой коллега Мунгбайар Энгболт. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Ожидается внесение весьма существенных изменений в действующий закон. Предусмотрено внесение в часть 5 страницы 19 закона указания о том, что не менее 60% всего содержания художественных программ и не менее 70% детских программ, транслирующихся по национальному радио и телевещанию, должны быть отданы национальным программам. Таковой будет считаться продукция в составе рабочей группы, которой не менее третий граждан Монголии. А теперь переходим к другим новостям. Столицы о них жители Бурятии готовы рассказать корреспонденты программы новостей Энгболт и я, Мунгбайар Энгболт. Здравствуйте. Прошло уже три года с начала работ по внедрению услуг распознавания кредитоспособностей и финансового потенциала Монголии, а также по формированию правовой среды для их регулирования. Экономисты отмечают, что несмотря на оптимизацию правовой среды, за прошедший период на финансовом рынке Монголии не появились услуги, подобные категоризации в форме, принятой в мировой практике. Одним словом, подобная практика не нашла применения, поэтому для комплексного развития подобных услуг в Монголии расширение участия государственного и частного секторов сегодня состоялось в обсуждении темы развития в Монголии системы категоризации кредитоспособности и финансового потенциала и ее значения. О том, как оно происходило, расскажет Шиджо. Хотя правовая среда для оказания услуг категоризации уже сформирована, государственная политика в этом направлении по-прежнему не ясна. При правильной формулировке программы данная услуга привнесла бы на финансовый рынок много полезного. Для комплексного развития услуг категоризации считается целесообразным создание в форуме франчайзинга дочерней компании известной всемирно признанной крупной компанией подобного профиля. Другими словами, Комитет финансового регулирования для начала предложил Национальным коммерческим банкам учредить дочерние компании авторитетных иностранных рейтинговых компаний. Возможно, непризнание международными организациями IPO рейтинга международного рынка, установленного монгольскими компаниями. Для нас лучше, если на рынок Монголии придут призванные мировые компании с уже наработанной технологией. Идея заключается в том, что если они признают результаты работ наших компаний, то они впоследствии смогут выйти на международный рынок. Эту работу должны возглавлять Комитет финансового регулирования и Монголбанк. Эти учреждения приняли решение о сотрудничестве в деле внедрения кредитного рейтинга. Две главных госструктуры банковской сферы будут работать над созданием системы кредитного рейтинга в Монголии. Мы будем стремиться к дальнейшему расширению партнерства государственного и частного секторов. Эта система востребована в Монголии. Ее отсутствие влечет за собой развал инфраструктуры фондового рынка, что в свою очередь снижает доверие к фондовому рынку. К тому же для соискателей кредитов в ценной бумаге фондовые биржи означают большие траты. Опытом своей работы и трудностями, которые могут возникнуть при внедрении данного вида услуг, поделился финансовый специалист Азиатского банка развития, специализирующийся по кредитному рейтингу на международном рынке Саяд Али Мамтас-Шах. Наша организация оказывает техническое содействие Бутану, Бангладеш и другим странам во время внедрения кредитного рейтинга. Сегодняшний доклад посвящен тому, как успешно выполнить эту работу в Монголии. Чем раньше будет внедрена данная система рейтингования, тем быстрее страна выйдет из состояния экономического упадка. То есть это важно для привлечения иностранных капиталов и определения IPO – рейтинга национальных компаний. Внедрение кредитного рейтинга имеет широкий смысл. Он даст реальную картину кредитоспособности и финансового потенциала данной страны. А это, в свою очередь, даст реальную возможность экономике упростить централизацию денежных средств с международного рынка, эмиссии ценных бумаг. Реальная увязка кредитного рейтингования к условиям страны позволит избежать чрезмерно затратных услуг международных компаний. Одним словом, денежный поток, утекающий из страны, можно вернуть обратно. Для начала следует разработать проект закона о кредитном рейтинге. Далее следует внести поправки в регламент, утвержденный Комитетом финансового контроля. Шиджир Эрденбес Галан, Аист Монголия. Ученые-экономисты провели научный симпозиум на тему проблемы банковской финансовой системы Монголии и России. С российской стороны приняли участие ученые-преподаватели Российского экономического университета имени Преханова и Московского государственного университета, а со стороны Монголии сотрудники Института экономики Монгольского государственного университета. Ученые обсудили возможности и разрешения трудных вопросов, возникших в финансовой сфере Монголии. Подробности в нашем сюжете. Этот симпозиум успешно проводится вот уже девятый год подряд. В этом году помимо преподавателей указанных вузов, в нем приняли участие преподаватели Национального статистического комитета Монголии, а также группа преподавателей студентов Финансово-экономического университета. В своих докладах они отметили основные проблемы банковско-финансовой сферы и пути их решения. На нашей конференции всегда интересно обсуждаются такие научные темы, как по экономике Монголии-России, сотрудничество России и Монголии, и очень актуальные темы финансового реформирования, как в Монголии, так и в России. Поэтому, в общем-то, я считаю, работа нашей конференции проходит очень интересно. Ученые считают, что в этом году Монголию ожидает экономический кризис. Прогнозируется небывалое до этого снижение цен на основную экспортную продукцию, а именно на золото, медь и уголь. К тому же, внешняя торговля нашей страны находится в состоянии стагнации. Данное обстоятельство повлекло снижение доходной части госбюджета на 1 триллион тугриков. В этом и заключается причина кризиса. В своем докладе я большое внимание уделила событиям уходящего года. Это проблемы, касающиеся госбюджета. Если исследователи экономики и ученые не придут к единому мнению, наша страна никогда не выйдет из финансового кризиса. Научное мероприятие, посвященное проблемам в банковской и финансовой сфере Монголии и России, уже девятый год подряд организуется силами Монгу. В этом году оно проходит в экономической академии имени Плеханова. Результаты форума мнения и предложения ученых обеих стран впоследствии будут опубликованы. Надеемся, что для Монголбанка и других финансовых структур эти сведения будут интересны и принесут пользу. Ценсорен Энгбилайкаист Монголия. Мы рассказали вам о событиях в Монголии. Далее выпуск международной информационной программы «Середина Земли» завершают новости Китая. Журналисты телеканала «Сиси ТВ Русский» приветствуют зрителей программы «Середина Земли». В студии Василий Паршута и в ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. Аумэнь поет и танцует. В особом административном районе Китая прошел грандиозный парад, посвященный 15-летию воссоединения с Китаем. Праздник собрал сотни людей, среди которых было немало туристов. Последнее время Аумэнь активно привлекает отдыхающих. Развивая туристический сектор экономики, район пытается спастись от игровой зависимости. Подробности у наших корреспондентов. Они разбудили Аумэнь. Ударная группа с барабанами утром громко заявила о себе и открыла парад. Здесь его ждали целый год. Организаторы обещали, будет много артистов со всей планеты. Шествие в честь 15-летия воссоединение с Китаем станет грандиозным. Обещание выполнили. Так много ярких красок на лицах и костюмах Аумэнь давно не видел. Мы два дня были в Сингане, а потом решили поехать в Аумэнь. Совершенно случайно попали на парад. Мы о нем не знали, поэтому праздник стал настоящим сюрпризом. Главная улица поет и танцует. Каждый номер большой программы – страница истории Аумэня. 15 лет назад бывшее португальское владение перешло под суверенитет Китая. Место, где соединились две культуры – Востока и Запада – привлекает туристов. Здесь 8 площадей и 28 отдельных объектов, внесенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Но старые улицы, которым за 150 – знаменитый собор Святого Павла, португальские форты, самый старый маяк в Китае и руины католического собора 16 века – проигрывают в популярности казино. Миллионы туристов ежегодно едут в Аумэнь сыграть в рулетку. Китайская столица Азарта, где игра на деньги легально, зарабатывает больше, чем Лас-Вегас. Туристы, которые не играют в казино, редко останавливаются в Аумэне надолго. Гостиницы в центре дорогие, дороже, чем на материке. Обычно туристы успевают за день обойти все достопримечательности и возвращаются на материк. Ночевать в Аумэне дорого. Жители этой деревни в стороне от шумного центра долго и упорно ждут отдыхающих. Говорят, цены в их отелях и ресторанах не кусаются. Рядом пляж и красивая природа. До знаковых мест Аумэня рукой подать. Но тропа туриста сюда заросла. Местные власти пытаются спасти ситуацию. Дают широкую рекламную кампанию. Аумэнь не только для богатых и азартных. Здесь есть, где отдохнуть людям с разным уровнем достатка. Важно дать понять людям, что они могут оставаться в Аумэне и более подробно познакомиться с его историей, культурным наследием. Один собор Святого Павла чего стоит. Для этого мы запускаем разные программы, разрабатываем туристические маршруты, чтобы привлечь людей во все районы Аумэня. Делая ставку на туризм, Аумэнь пытается спастись от игровой зависимости. Сейчас доходы от азартной индустрии – львиная доля валового продукта в этом районе. В последнее время китайская рулетка начала сбавлять обороты. К концу ноября прибыль от казино сократилась почти на 20%. И Аумэнь ищет дополнительные источники заработка. Хорошо развитый туристский сектор экономики может стать финансовой подушкой безопасности. Мы проводим диверсификацию экономики Аумэня. В ходе этого процесса очень важно сохранять тесные связи с материком. Региональное экономическое сотрудничество и интеграция будут способствовать активизации рынка и дальнейшему развитию Аумэня. Парад – еще одна причина приехать в Аумэнь. Организаторы год от года добавляют в этот праздник красок. Ежегодное уличное шествие может стать визитной карточкой Аумэня, как карнавал в Бразилии. Здесь готовы потратиться на артистов, костюмы, перья, блестки и огни. Лишь бы туристам понравилось. Ольга Отмахова, ССИТВ. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова